Финал близко! The Last of Us стартовал в начале года, а так как за окном уже весна, самое время готовиться к финалу этого мега эпичного шоу. Восемь серий уже успели порадовать фанатов, а значит дело осталось за малым. Финал под названием Look for the Light выйдет 13 марта. Однако нам уже есть, что обсудить на этот счет. Что в сюжете забыла мама Элли? Чем финал будет отличаться от оригинала? И где жирафы? В общем, запасайтесь какао и печеньками, ну а мы начинаем. Несмотря на внушительную временную заминку, наши герои по-прежнему направляются к цикадам, чтобы те смогли приютить Элли и узнать тайну ее иммунитета. Группа повстанцев находится где-то в Солт-Лейк-Сити, о чем наши герои узнали в шестой серии в Университете Восточного Колорадо. Поэтому уже буквально на первых секундах промо девятой серии Элли и Джоэл шагают по автомагистрали, пейзажи которой очень сильно напоминают игровые локации. Кстати, в оригинальной The Last of Us события в Солт-Лейк-Сити развивались уже по весне, спустя несколько месяцев после смерти Дэвида. Ибо нашей парочке опять нужно было как-то пересечь половину страны, чтобы добраться до пункта назначения. Если верить гугл-картам, то между Сильвер-Лейк, где жил Дэвид со своими людьми, и Солт-Лейк-Сити, где находятся цикады, приблизительно 1800 километров. И все это расстояние нашим героям нужно преодолеть на своих двоих, что явно займет больше месяца. Однако на подходе на героев нападает кто-то, и это весьма любопытный момент, учитывая то, что в игре после ряда эпичных моментов цикады также вышли на след Джоэла. Но будучи адекватными людьми, сначала хотели узнать, что нужно чужаку, а не кидали гранату в любого встречного. Поэтому в теории граната из трейлера может принадлежать еще кому-то, иначе в противном случае Джоэл и Элли будут вынуждены пойти в ответную атаку. Тем самым завалят несколько цикад и автоматом настроят ребят против себя. Малыш Грогу лишь учится быть мандалорцем, и его путь в этом деле только начался. Как и в реальной жизни, выбор будущей профессии – дело нелегкое. И есть кое-кто, кто мог бы помочь вам справиться с этой задачей. Сергей Светлаков хоть и не является экспертом в области IT, но специально для вас готов задать самые интригующие вопросы разработчикам, дизайнерам, маркетологам, аналитикам и менеджерам проектов. 21 марта в 19.00 по Москве состоится бесплатный онлайн-вебинар, на котором вы узнаете, как стать программистом в любом возрасте и какие языки программирования будут наиболее востребованы в ближайшие пять лет. Вы сможете попрактиковаться в написании кода на языках Python, Java, Kotlin и других. Помимо программирования, вам также расскажут о востребованных направлениях в дизайне и маркетинге. Вы узнаете, что такое UX, UI, цифровой дизайн, а также где искать работу и как зарабатывать в этих областях. Но это еще не все. После регистрации на вебинар каждый получит три вводных курса по программированию, дизайну и маркетингу в подарок, чтобы более детально ознакомиться с каждым направлением. А самые классные, те, кто будет онлайн в день вебинара, смогут поучаствовать в розыгрыше 10 онлайн-курсов Skillbox со скидкой в 99%. Не упустите возможность познакомиться с востребованными направлениями в программировании, дизайне, маркетинге и управлении, получить бесценный опыт от профессионалов и выиграть онлайн-курсы со скидкой. Зарегистрируйтесь на бесплатный вебинар по ссылке в описании или по этому QR-коду. Куда интереснее в трейлере выглядят другие моменты. Например, девушка, бегущая куда-то в глубоких зарослях. Со спины силуэт слегка напоминает Элли, однако лишь на первый взгляд. Волосы выглядят слегка по-другому, одежда, да и местность не соответствует нашей Лианне Мармонт, которая по всем прогнозам как раз-таки должна быть прямо сейчас вместе с Джоэлом. Но кто же это тогда? А ответ приходит к нам чуть позже в другом фрагменте. Ближе к середине промо девятого эпизода девушка ровно в такой же одежде и с такими же волосами находится на волосок от смерти. Перед нами актриса Эшли Джонсон. Именно она подарила голос Элли, и именно ее интонациями персонаж говорит в игре. Плюс ко всему, еще до старта сезона стало известно, что Джонсон получила в экранизации роль матери Элли. Персонажа, ранее не появлявшегося в сюжете игр. Следовательно, мы делаем пару простых выводов. Во-первых, в сериале Эшли Джонсон еще больше похожа на Элли, при этом есть даже некая схожесть актрисы именно не с игровой моделькой девочки, а с актрисой Беллой Рамзи. Помимо этого можно заметить любимую одежду Элли, кеды и военную куртку, которую девочка часто носила в сиквеле игры. Это можно расценивать как своеобразный намек на то, что это действительно мама главной героини, и они очень сильно похожи. Во-вторых, девушка явно беременна, и скорее всего в этом небольшом флешбеке у нее случатся роды Элли. Ранее мы уже предполагали, что секрет иммунитета девушки кроется в ее матери, которая могла получить укус аккуратно на позднем сроке беременности, и таким образом передать безвредную часть кардицепса Элли. И поэтому, когда девочка спустя много лет оказалась укушена, новые споры попросту не стали вступать в привычную реакцию, ибо тело Элли уже было поражено грибком. Но опять же, так это или нет, мы узнаем лишь в понедельник. Признаться честно, мы бы искренне хотели оказаться неправыми, ибо передача иммунитета или способности от беременной матери – это уже довольно избитое клише. Но откуда этому флешбеку взяться? Ведь по канону Элли вообще не знала свою мамань. А следовательно, должен появиться некто третий, кто и раскроет девочке секрет ее иммунитета. Тут на помощь приходит Марлин, лидер бостонских цикад, которая уже будет ждать Джоэла и Элли в Солт-Лейк-Сити. Глупо предполагать, что нам покажут еще одного ранее неизвестного героя, некую тайную подругу мамы Элли, которая и поведает нам о последних минутах жизни женщины. Из игрового дополнения Left Behind мы узнали, что Марлин была знакома с мамой Элли, и они как раз-таки и были подругами. А мать Элли так и вовсе была медсестрой. Таким образом, какая-то часть серии будет посвящена прошлому. И на самом деле это несколько ломает логику оригинального сюжета. Эээ, сейчас поясним. У нас есть девочка, которая единственная в мире получила укус от зараженного кардицепсом и не обратилась. И именно поэтому ее было так важно доставить к тем самым мифическим цикадам, которые якобы смогли бы найти лекарства от болезни. Но то, что сериал успел продемонстрировать нам в настоящий момент, крайне расходится с игровыми настройками. Во-первых, стоит припомнить женщину-ученую из второй серии, которая, будучи профессионалом своего дела и имея многолетний опыт, сразу же сказала, что лечения и вакцин попросту нет и не может существовать ввиду особенностей кардицепса. Мы уже упоминали об этом моменте и никак не понимаем, как HBO выкрутятся из этой ловушки. То есть пока что, по задумке сценаристов сериала, зрители должны верить, что у цикад полуподвальной организации, прячущейся по углам в отдалении от КЗ, есть полноценная лаборатория с кучей самого топового оборудования и специалистами, которые не просто выжили, но и не потеряли навыки и знания за последние 20 лет. И это еще раз не стыкуется с той самой фразой о необходимости бомбардировок и отсутствии лечения как такового. Но если Марлин будет действительно в курсе о том, что Элли получила иммунитет из-за укуса ее беременной мамы, то тут вся логика построения сюжета вокруг плана великого спасения от болезни рушится вообще нафиг. То есть, если в играх не было никакой мамы Элли и тайна иммунитета девочки до сих пор остается покрыта мраком, хоть и объясняется рядом теорий фанатов, то в сериале одна из шишек цикад и так будет знать, в чем особенность Элли и что подобные сценарии повторить попросту невозможно. При таком раскладе выходит, что нужно будет убивать каждую беременную женщину, перед этим предварительно сделав ей инъекцию кардицепса. Да, ребенок в таком случае вырастет иммунным и спустя много-много лет земля очистится, ибо зараженные перестанут угрожать новому поколению. Но это же и идиотизм. Формально планета станет перенаселена мужчинами-стариками и молодыми женщинами без детей, ибо каждая бедная девушка будет вынуждена погибнуть во время родов. В общем, все идет к тому, что теория вокруг заражения беременной мамы Элли туфта, и нужно какое-то другое объяснение или некие другие обстоятельства, позволяющие пересмотреть данную теорию в пользу логики. Ну и, конечно же, в промо девятой серии полно и других, более важных кадров с Джоэлом. Мы не будем прямо сейчас разбирать их, поскольку это крайне важная сцена и, по сути, ключевой момент во всем сюжете первой The Last of Us. А значит, огромный спойлер. Те, кто играли в оригинальную игру, прекрасно знают, что произойдет в финале. Ну а для всех остальных пускай это будет сюрпризом. Мы неоднократно говорили о двойственности героев The Last of Us, и девятый эпизод навесит целую гору моральных дилемм на вас, дабы вы пересмотрели свое отношение к некоторым персонажам. К слову, если вы были внимательными, то в промо восьмой серии уже был фрагмент из самого-самого конца эпизода. Так что рассчитывать на другую концовку первого сезона, а-а, не стоит. Нил Дракман и его команда правильно сделали, что не стали менять сильнейший эмоциональный момент и заменять его другим сюжетом. А вот кого мы пока что не заметили в промо, так это жирафов. В оригинальной игре на подходе к Солт Лейк Сити герои наткнулись на настоящее чудо, и им даже удалось погладить мимимимимишных жирафиков. Однако промо девятого эпизода построено таким образом, будто бы и почти на первых минутах нас ждет телепорт в Солт Лейк Сити, где на минуте пятой на героев нападают цикады, выбросив гранату. Завяжется небольшая перепалка, но герои быстро найдут общий язык, объяснив, что они от Марлин и ищут цикад. К середине серии мы наконец увидим Марлин, которая расскажет о прошлом мамы Элли и о ее таинственном секрете, и затем последует развязка сюжета с финалом в более спокойной обстановке. Из этого четко распланированного напряженного сюжета выпадают мирно топающие жирафы, которые запали в сердечко буквально каждому игроку, что когда-то играл в первую The Last of Us. И мы будем по-настоящему расстроены, если HBO не вставят этот фрагмент, ведь он в очередной раз в игре демонстрировал связь Элли и Джоэла, и то, как эти двое сблизились за время путешествия. Сериал по The Last of Us оказался неожиданной находкой для гиков всей планеты. Поначалу даже мы не верили, что HBO справятся с такой сложной задачей, как экранизация этой великой игры. К стримингу были вопросы, касаемо кастинга актеров, но со временем они все отпали, ведь сам сюжет оказался лютой годнотой. И вот уже восемь недель радует нас великолепным возвращением любимых персонажей. Выйдет ли финал таким, чтобы мы смогли говорить о нем неделями? Что ж, узнаем уже в следующий понедельник. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok